Тем временем в освобожденном Бердянске Запорожской области в минувшие выходные отметили Всемирный день ребенка. Эти новые российские территории подшефны нашему региону. В нынешнем году в честь праздничной даты в городе прошли торжественные мероприятия. В них приняли участие дети и подростки, их родители и преподаватели. Подробнее в следующем материале, подготовленном при поддержке наших бердянских коллег. Всемирный день ребенка отметили в Запорожье с размахом. Праздничные мероприятия проходили на улицах города и в домах культуры, где юные жители Бердянска демонстрировали свои музыкальные и актерские таланты. Они читали стихи, показывали спектакли и танцевальные номера. Зрители – друзья, сестры, братья, мама, папа, бабушки и дедушки. Еще дети и их родители в этот праздничный день внесли вклад в озеленение города. Высадили деревья у дома культуры в рамках экологической акции. Я мечтала быть большим и сильным, поэтому выращу деревом. Теперь на аллее перед домом культуры будут расти липы, как символ мира, добра и радости на планете. Еще долгие годы радовать глаз воспитанников, сотрудников, гостей учреждения и просто прохожих. Саженцы для посадки предоставила местная организация, занимающаяся благоустройством города. Совместно с Зеленхозом и с детками шестой школы мы посадили, высадили липы, хотим сделать аллею. Ну вот, для того, чтобы наш город цвел пах. Детки, вот смотрите, после концертной программы все счастливы, довольны. Мы все хотим процветать и жить в мире. Так событие стало памятным и для молодежи, и для мам, и для пап. О нем будут напоминать еще долгие годы посаженные руками детей липовая аллея. Такие совместные мероприятия с участием ребятишек, их родителей и педагогов проводятся регулярно. Из чего можно сделать вывод, что мирная жизнь в освобожденном Бердянске уверенно налаживается, несмотря ни на что.